Дорогие соотечественники, сегодня мы с вами встретимся с очень интересным человеком. Кто-то сказал, что наука в Молдавии погибает, что в науку люди не идут, наука, дескать, застыла. Однако должен сказать, что ситуация тут приблизительно такая, как у Марф Твена. Когда однажды в газетах появилось сообщение о его смерти, он отреагировал только одним выражением. Он сказал так, он говорит, что слухи о моей смерти слегка преувеличены. До сих пор это считается одной из самых остроумных сентенций шутников на все времена. Я не хочу претендовать ни на какие лавры, но я могу сказать то же самое. Наука – это такая штука, которая вопреки министерству науки, всем министерствам образования, всем сторонникам европеизации и прогресса, вот как трава через асфальт, через бетон, через что угодно, она пробивается. И пробивается она благодаря людям, благодаря школам. В данном случае я говорю о школе нашего хорошего и доброго знакомого Марка Ткачука. Сейчас активность переведена в библиотеку Марка Блохо, я ее обычно называю Блохой, где происходят все время очень интересные научные конференции, где заседает доблестная редакция одного из лучших на постсоветском пространстве журналов – «Стратум плюс» – журнал по археологии, культурологии, истории. И Молдова может этим гордиться. Так вот, несмотря ни на что, происходят все-таки защиты молодых докторов наук. Один из них сейчас сидит передо мной. Многие, может быть, его знают. Это Денис Топал. Вот, Денис, после такой вводной, я бы хотел, чтобы ты опроверг вот эти слухи. Все делают люди. Живы люди, жива наука. Разбегаются люди, нету науки. И вот я хотел бы тебя спросить. Во-первых, такой, как говорится, естественный вопрос. На какую тему была твоя диссертация? А то у нас одно время, вот был такой сорт историков, один защищал диссертацию на тему о повышении надоев молока в Ненском районе под мудрым руководством Коммунистической партии. Это, я шучу, но приблизительно вот в таком духе истории. И люди защищались. А потом эти люди раз-два перешли в другой стан и уже писали труды о том, какая-то Коммунистическая партия плохая, нехорошая, и какие хорошие были оккупанты. Оккупанты имеются в виду румынские и фашистские. Короче, ребята перевертыши. Так вот, чтобы у наших не возникло подозрения слушателей, что они имеют перед собой человека, который на какие-то там злободневные политические темы, вот, я бы хотел, чтобы ты подтвердил, что речь идет о теме не конъюнктурной, не политической, но очень важной для мировой истории, мировой культурологии, потому что мы все вышли родом из древности. Спасибо, Виктор Иванович, за такой аванс и комплимент. Ну, вы знаете, археологов вообще называют крупными специалистами по мелким фрагментам, но при этом, значит, ну, тема моей диссертации, она, естественно, узкоспециальная, посвящена материальной культуре ранних кочевников, их визитной карточке, клинковому оружию. Ну, с помощью этой категории я пытался решить определенные хронологические процессуальные проблемы, связанные уже со скифологией. Не знаю, насколько она актуальна, не знаю, о какой конъюнктуре может идти речь. Действительно, возможно, вы правы, что если слухи о смерти науки в Республике Молдова преувеличены, то, может быть, не на многих, потому что на самом деле наука, она формируется, прежде всего, научными центрами, научными изданиями и научными библиотеками. И коллектив высшей антропологической школы, все-таки он доказал, что он не только издает лучший, это признанно и за рубежом, значит, журнал по советскому пространству в области археологии, истории и культурологии. И вот я в связи с этим хотел тебя спросить, кто был твоим научным руководителем? Ну, почему бы он и есть. У меня их, на самом деле, мне повезло. У меня их было трое, которые в определенной степени занимались моим научным руководством. То есть, это скифы и, в частности, боевое оружие знаменитое скифов Акинат? Да, совершенно верно. И кто же руководитель? Значит, в разное время мной руководили Марк Евгений Сткачук, президент высшей антропологической школы, сейчас в библиотеке Марка Блока, Валентина Несемича Дергачев, старший научный сотрудник Института культурного наследия. И Сткачук Дергачев достойный. И мой научный руководитель из Берлина, Благое Гавидареца, сотрудник Гермецкого археологического института. Как еще раз его фамилию? Благое Гавидареца, научный сотрудник Германского археологического института, Евразийского отделения. А теперь скажи мне, пожалуйста, обычно, когда выставляется на защиту работа, нужны отзывы на нее. Вот из каких научных организаций, и не только научных, были получены отзывы? Ну, скажу так, отзывов я получил необычайно много, действительно. Я получил их от, ну, фактически, живых легенд в моем направлении, в истории ранних кочевников. Андрей Юрьевич Алексеев из Эрмитажа, человек, который буквально с детства занимался... Я получил, во-первых, отзыв из знаменитого центра не только экспозиции, но и исследовательского мирового... Да, это государственный Эрмитаж. Из Эрмитажа. Это главное... Дорогие соотечественники, вот у нас и появились ученые, считайте, с мировым значением и именем. Потому что получить отзыв из Эрмитажа, из его научной среды, простите, это не в каждой стране удается. Следующий... Ну, это не только Эрмитаж, это и кафедры археологии Московского государственного университета, это и Оксфорд... То есть Московский государственный университет, прекрасно. Да, это Сибирское отделение Академии наук Российской Федерации. Знаменитое Сибирское отделение. Это Оксфордский университет. Это Боннский университет. Внимание! Слово, которое производит невероятное впечатление на всех богатых мамаш и папаш. Оксфорд. Вот оттуда пришла рецензия, причем позитивная, на работу Дениса Топала. Хотя у него ни папа, ни мама, ни миллионерами, ни какими-то особо богатыми людьми не являются. Ну, вы же понимаете, научный мир — это определенного рода социальная сеть, в которой, значит, все друг друга знают, так или иначе общаются и поддерживают отношения с теми, с чьими работами они знакомы и которыми их пользуются. То есть, скажем так, еще лучше сказано, есть некие круги определенные, в каждой в своих областях, где, я так понимаю, поскольку у меня у самого где-то 12 защитилось во время кандидатов наук, и у трех, я считаю, был крестным отцом докторов наук, тогда было как доктора, сейчас говорят доктора и доктор хабилитат, тогда было кандидат наук и доктор наук. Так вот, у меня, вот, если как по нынешнему, 12 докторов и трое докторов хабилитат. Конечно, я из другой среды, из технической, мы занимались космическими делами, ребенок военно-промышленного комплекса, но я знаю, что научные сообщества, они очень схожи, везде есть круги определенные людей, и если там дают отзыв на эту твою работу, это значит, ты этим элитным кругом, международным, региональным признан. С чем я тебя и поздравляю. Спасибо огромное. То есть для меня важна не просто защита, защищаются у нас многие, особенно вот по истории, там, не буду говорить, уровень защиты упал, уровень требований у нас упал, на самом деле определенная деградация чувствуется, но тем не менее, всегда рад, когда наши молодые ученые удостаиваются похвал, хороших рецензий, мнений за рубежами нашей страны. Там никого не купишь, там никого не подмажешь, там четкое понимание того, кто чего стоит. И вот скажи мне, пожалуйста, на весах истории, насколько вот важно, казалось, ну, когда были скифы, когда были геты, ну, когда были там другие народы, бастарны, там, готы, древние славяне, нам-то какое, казалось бы, до этого дела? Так ли это, или не так? Ну, нам до всего должно быть дело. По большому счету. Ну, нас это должно интересовать, как любых образованных людей. Можно сказать, что это древние корни, нас всех проживающих на этой земле. Хотим этого, нет. В определенной степени вы правы, конечно. Потому что я, насколько, вот я ближе все-таки к точным наукам, насколько я знаю, анализ Гаплогрупп и есть другие еще способы анализа, четко показывают, что население здесь вот на нашей территории имеет гены и из степей, имеют гены и из района Балкан, имеют гены даже из района Саксонии, и славянские, и так далее. И это ни один псевдопатриот. Что такое псевдопатриот? Патриот от соседней, чужой страны, да? И никто опровергнуть не может. Если хорошо у них там за прутом поколупаться, там будет почти то же самое. А раз у нас есть много общего с генами с кейфов, с генами кетов, с генами бастарнов, с генами других народов балканских и так далее, это все говорят, что обязательно должны быть и культура генетические гены, назовем их так, культура. И вот во многом наш менталитет не с неба взялся. И вот мне кажется, что вот в этом плане твоя работа очень и очень многого стоит и многое значит. Потому что я не думаю, что твой германский руководитель казалось, Эван, где Германия? А докатились и туда товарищи с кейфы и там нас летели. Что же нас говорит? Это так? Ну, к сожалению, полигенетика очень перспективное направление, но, к сожалению, на малость может что сказать об этнокультурном... До атрядики они добрались. Ну, какие-то отдельные вещи может быть и влияние. Да. Физического присутствия мы их там не видим, но на самом деле нам достаточно и даже территории Западной Польши. Вот я был в далеком Китае, служил послом и интересовался. Это я там поразился. Там скифы столько наследили до Тихого океана, я прикинул. Хопа, звериный стиль знаменитый, скифский. Вот я видел у тебя фотографии океанаков, там, их ножен и так далее. Вот этот олень с рогами, завитушками, птицы хищные, орлы, там, какие-то кошки, кошачьи, хищные. От Тихого океана до Адриатики. Что это за время было такое? Почему оно везде след доставило? Ну, это время, это эпоха ранних кочевников, действительно, которые благодаря евразийским степям смогли связать самые отдаленные регионы. Многие процессы развивались синхронно от Северного Китая до Западной Польши. Огромная территория. И как раз с наступлением Железного века эта магистраль евразийская заработала и передавала в одну и в другую сторону различные инновации технические, в том числе и мечи, кинжалы, оружие. степи в то время были современным интернетом. Ну, в определенной степи, да. товаров, купцов, набегов, наездов и так далее получало сообщение на огромной территории. Разумеется, даже ученые это называют так называемым скифосибирским миром, или, что более правильно, это такой евразийский континиум раннего железного века. О, интересная мысль только что прозвучала из твоих уст. Ты произнес ключевое слово евразийский. То есть, грубо говоря, это был один из первых евразийских проектов, объединяющих Европу и Азию, конечно, еще в той далекой, свойственной тем культурам и уровню развития цивилизации и формы. Но евразийский кому проекту? Сколько уже лет тогда получается, когда они достигли берегов Адриатики приблизительно? Ну, я так понимаю, что где-то это в районе 7-6 века до нашей эры отдельные влияния докатывались и до Адриатики, и до Силезии. Потому что, насколько я знаю, Силезия — это Германия, Адриатики, мы туда берем Хорватию, где-то Словению, где-то тем местам. Какие-то импорты проникали. И там следы их культур. Ну, не случайно, например, то, что мы понимаем под евразийством, да, вот какое общественно-политическое течение, которое возникло в первой половине 20-го века, изначально называлось кирпство. То есть, они выпускали журнал под таким названием. Невероятно! И они действительно проникались... оно называлось вот в начале 20-го века, вот потом появилось, оказывается, слово евразийское, евразийское, скифское. Скифство, да. Не отсюда ли у Блока? Да, скифы мы... Совершенно верно. Если вы вспомните, где впервые было опубликовано это стихотворение, кстати, последнее, которое было написано при жизни Блока, оно было опубликовано как раз в этом евразийском журнале под названием Скифы. Дорогие соотечественники, вот посмотрите, казалось бы, перед нами должен был сидеть какой-то узкоспециализированный сухарь-археолог, напичканный специфической терминологией. От него мы узнаем целую массу информации и о том, что происходило в разных культурных исторических течениях, начиная от начала 20-го века и двигаясь вглубь вглубь тысячелетий. Спасибо. Поразил меня. То есть, если бы меня потребовались отзывы, я бы сказал следующее. Учитывая то, вот сейчас я раскрою большой секрет нашим телезрителям, учитывая то, что мне посчастливилось просто немного поработать с тобой, ты мне оформлял тогда мою книгу «Молдавский иероглиф», за что я тебе бесконечно благодарен, потому что оформление очень сложное, у меня там использовались в том числе и китайские иероглифы, и много чего там было. Вот. Ну, а я тебе решил тоже подсобить, когда вот мы сделали с тобой вот этот знаменитый кластерный и корреляционный такой анализ вот по вот этим клинкам. Я тогда был поражен, что и моя наука твоей науке смогла хоть какую-то пользу принести. Поэтому, дорогие соотечественники, я это вам раскрываю, что я сюда пригласил не просто незнакомого человека, а человека, с которым мне посчастливилось поработать в чужой области, в области археологии, при мне определенные математические и статистические методы. И вот хочу спросить тебя, эти методы принесли какую-то пользу, их признала общественность? Ну, конечно, вообще, любое научное исследование, это так или иначе определенная дизайнерская задача, то есть, грубо говоря, нужно определенные данные подать под определенным углом и получить на этой основе новую информацию. Я не думаю, что от вас прям так сильно далека, археология, это научная дисциплина, да, конечно, с точки зрения Эйнштейна, все, кроме физики, это коллекционирование марок, но с другой стороны, это научная дисциплина, археология, в которой есть определенные методы, близкие. И жизнь это подтверждает, да? Да, конечно. То есть, математика, она иногда, если ее более-менее уместно и с умом применить, может... Я думаю, что математики бы скривились, если бы увидели, те методы, которые применяются в археологических исследованиях, но при этом, я думаю, что... Ты знаешь, что я тебе скажу? Это хорошо, что я тебе предложил такой в математике и математической статистике класс методов, называется рабастным. Что такое рабаст по-английски? нечто грубое, очень простое. Устойчивое. Как обычно мы... Каждый из нас в голове статистик. Если ты что-то пару раз увидел, ты уже начинаешь узнавать. Почему? Мозжи не строят сложные корреляционные матрицы и так далее. Мозг работает грубо, но уверенно, и чем больше информации, тем точнее умыслит. Вот эти рабастные методы, они вот как раз те, поэтому меня больше всего поразило другое. Дорогие соотечественники, вот можете себе представить следующую вещь, что Денис Топал придумал такую компьютер... Она подается компьютеризации процедура, где он выбрал определенные параметры и у него получился электронный аналог Окинака. Он имел определенные размеры, определенные сечения, и вы знаете, он сделал, ну, как бы супер-Окинака, Кинако-Кинаков, который вобрал во себя этого типичного, знаменитого скифского кинжала формы. Вот. У него, знаете, как на преступника делается этот робот, да, для поиска, так вот у тебя и получился вот этот фоторобот вот этого Окинака. Я был потрясен, когда ты показал мне эту вещь. Потрясло ли это твоих коллег, археологов, ученых? Ну, тут же задача не в том, чтобы выделить какие-то группы. Как специалисты для них сами методы были интересны, вот то, что ты, допустим, чисто, скажем, компьютерные штучки Методы, я думаю, определенно заинтересовали всех, вот с результатами не все согласны, но... Другое дело. Другое дело, да, на самом деле, действительно, археология, как научная дисциплина, это поиск неких причин и следственных связей, потому что выявить корреляцию это еще не все. Мы же знаем, что, например, не знаю, фильмов с Беном Аффлеком с количеством цунами в Юго-Восточной Азии. Или количество людей с зонтиками коррелирует или с жарой, или с дождем. Да, или вот количество утопленников коррелирует с продажами мороженого. Понятно, это и другое происходит чаще всего летом. Но вопрос в том, чтобы корреляцию обнаружить и найти... А иногда это единственный ключ, ничего другого иногда не бывает. Вопрос реконструкции. Поскольку археология имеет дело с вещами, вещами древних людей, на мой взгляд, самым перспективным в данном случае было попытаться выявить некие образы, которые были в голове у носителей этой культуры. Ничего оригинального я в этой технологии не вижу, тем более, что она есть в каждом смартфоне, распознавание образов. Мы знакомы уже с этим довольно долго. Да, это то, что вы знаете в математике под нечеткой логикой, да, и то, что получилось сейчас оформление в любом, значит, смартфоне или даже интернет-сервисе. Задним умом сейчас все крепкие, а вот я помню, на том этапе исследования таких опций не было. Тогда самому тебе, я помню, пришлось это все выдумывать и придумывать. Поэтому я могу сказать следующее, что коль скоро ты решал такие задачи, которые целые коллективы разработчиков сейчас запихали в гаджеты, там такие ребятишки программисты работали. Ну что, я могу поздравить Марка Ткачука, что его выпускники не только гуманитарии, но и очень неплохие математики и программисты. Я у тебя помню все эти, то, что я тебе говорил, тут же превращалось в программные значит продукты и мы с тобой все это визуализировали. Так что, ну что я могу сказать, удивительная диссертация, удивительная работа и поэтому для меня неудивительны те высокие отзывы, которые пришли из Эрмитажа, из Оксфорда, из германских и российских университетов. Вот браво, вот и все. Так что наши соотечественники могут гордиться и тобой, и теми, кто тебе помогал, особенно твоим руководителям, потому что Ицкачук и Дергачев это очень достойные в науке нашей молдавской науке люди. И в этом плане, я уж не говорю, для меня это трудно произносимое имя и фамилия твоего немецкого руководителя, повтори его еще раз. Благой, Гавидаиреса, завтра я с ним увижусь и лично поблагодарю. Передай ему привет от нашей программы. Спасибо, обязательно. Теперь сразу начинаем раскручивать такую тему. Значит, у нас в области истории есть такой замечательный центр, как назову я научно-исследовательский центр, это библиотека Марка Блоха, где председательствует значит, один из сильнейших ученых, я не побоюсь нашего времени, Марк Евгеньевич Качук, потому что журнал, который он издает, и те проекты, которые он делает, они воистину мирового класса, и это признано всеми, причем официально мировой общественностью. И вот, скажи, пожалуйста, вот был такой замечательный коллектив, вот это высшая антропологическая школа, коллектив, прежде всего, кузница ученых, ученых кадров, что с ней сейчас? Ну, почему был, он до сих пор есть, и кроме... Коллектив все-таки ядро сохранилось. Конечно, кроме выдающихся популяризационных проектов, таких как фильмов, как общий язык, вот, или там серия лекций открытый доступ, выпускает еще и софт, который ориентированно экскурсии по историческому Кишиневу. естественно, конечно, для меня главным продуктом является журнал Стратум. Да, если мы посмотрим на молдавскую науку, с точки зрения международных баз данных, мы увидим, что в самой престижной базе данных сейчас находятся, по-моему, шесть журналов из Молдовы, по-моему, два по физике, два по ИТ, один по химии, и в том числе один по археологии, это журнал Стратум Плюс с международного характера, с четырьмя редакциями в Бухаресте, в Петербурге, Одессе и Кишиневе, выпускается шесть раз в год, посвящен различным периодам, не только археологическим, но и историческим, и культурной антропологии, и охватывает, действительно, издает шесть раз в год 300 страниц очень качественного научного материала. С мировым признанием? Да, безусловно. И вот я хотел бы спросить, но вот сейчас вот как вот с подготовкой вот таких, как ты? Ну, понятно, что ты прошел долгий путь, я помню, что ты много лет работал, и потому и результаты у тебя такие, работал не только у нас, но и работал за рубежом в Германии, то есть ты очень многое почерпнул, очень многое нашел сам твои изыскания, твои поиски, и это для ученого очень важно. Что с молодым поколением? Вот есть шансы, что еще у нас найдутся такие ребята твоего уровня, которые бы как бы эту эстафету продолжили? Я, в общем, себя не отделяю от этих молодых ребят пока. Я думаю, да, сейчас возможностей гораздо больше, ну, главное ли ученым это доступ к библиотекам, доступ к материалам, формирование определенной научной среды, я думаю, что все это возможно гораздо быстрее сделать при помощи современных технологий и современных возможностей. То есть, несмотря ни на что ты смотришь на это оптимистично? Несмотря на... Я думаю, да, но на самом деле проблема с археологией, она не только в Республике Молдова, по всему миру они никогда много не зарабатывают, и это действительно не самая популярная профессия, не самое популярное научное направление. Народ думает, помнишь, там, джентльменные удачи, или какой, что сейчас нашли золотой шлем Александра Македонского, пихнули налево или бронзулетки какие-то. На самом деле такие находки в археологии, как у Шлимана и других, это редчайшее. Обычно археолог имеет дело с какими-то побитыми горшками, с какими-то осколками каких-то непонятных изделий, еще раз забраться. То есть, как ни говорим, а это на самом деле археология, это масса рутинной, тяжелейшей работы. Слой за слоем, где щеточкой, знаешь, осенние ветра и туманы, где щеточкой, где с грибочком, то есть, это тяжелейший такой труд, который... Археология, это не только полевая работа, не только обработка информации, это еще и осмысление всего этого источника. Действительно, если... Что удалось тебе осмыслить? Ну, вообще, основной задачей археологии является реконструкция, да, реконструкция определенных процессов, определенных, значит, социальных, идеологических подвижек, то есть, определенных изменений. Мне показалось, что мне при помощи этого источника, который я выбрал, я напомню, это клинковое оружие ранних кочевников, удалось, по крайней мере, наметить некоторые тенденции, которые характерны не только для оружия ранних кочевников, но и для культуры ранних кочевников вообще, в принципе, как менялась их идеология, как менялся их образ жизни, какие вещи они инкорпорировали в свою культуру, какие они оставляли без внимания. Как удавалось проникать все-таки в их ментал? Как становился на их место и прикидывал, как бы ты себя повел? Ну, к сожалению... Или ты каким-то непонятным образом через столетия, тысячелетия через вот эту работу начинал чувствовать с ними какой-то такой, как говорят, мистический духовный контакт? Я не шучу, это психологи знают такие вещи. Мне бы очень хотелось, но... Мы о психологии, не о мистике. Я понимаю. Мне бы очень хотелось, но вряд ли. К сожалению, в археологии включенное наблюдение невозможно, как в культурной антропологии, поэтому приходится иметь дело с тем, что нам оставили сами носители этой культуры. Естественно, то, что сохранилось археологически. Это изображение, которое они делали сами, богатейший звериный стиль, который отражал фактически их идеологию и образ. Что это за звериный стиль, который мы находим по всей Евразии от Адриатики до Тихого океана? Что характерного для него? Что он отражает и какие ментальные вот эти вещи отражает? Существует огромное количество гипотез, но, по крайней мере, мы можем зафиксировать, как он изменялся во времени и в пространстве. я думаю, что это все-таки в определенной степени отражения воинской культуры. То есть, это культура прежде всего воинов? Конечно, и набор сюжетов довольно ограничен, то есть, это сцены охоты, сцены терзания животных, грубо говоря, это сцены погони, он очень динамичный, его легко отличить от любого другого, например, сравнивать с фракийским зеринным стилем. они охотники и воины? Потому что охота и война, это все время на лошади отличие небольшое. Конечно, они, видимо, себя в какой-то степени составляли с этими сюжетами и с этими животными. В основном связки присутствуют хищные и копытные. Грубо говоря, охотник, хищник и жертва. Самый популярный сюжет. Вот, скажем, там очень часто олень. Почему олень? Ну, с оленем связан целый пласт идеологии евразийской. Вот, 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 интересно. Но на самом деле самый популярный объект, самый популярный животный, который изображали ранние кочевники, почему-то это кошачьи хищники, которых, известно, на самом деле, было немного, в том числе и при Черном море, и в степях. Это львы, которые тогда в евразии... Львы, пантеры, парды, барсы. А олень, на самом деле, он от региона к региону трансформируется, например, в лесной зоне, которая тоже испытывала сильное кочевническое влияние. Например, его с легкостью заменяют на лосях, например. и не чувствуют в этом большой проблемы. То есть, а оленя... Кроме того, скифы и своих лошадей, известные богатейшие царские курганы, в которых, значит, лошадь украшалась рогами. Это самые царские курганы за золото, которых сейчас идет война между Украиной и Россией. Не совсем. Это золото, да? Это Пазырык, он всегда находился в Эрмитаже. Пазырыкский это в Эрмитаже, так? Да, и курган Исык это Казахстан. И Казахстан следующий. Что-то казахи не предъявляют. Курган Аржан-2 это территория тоже России и это Тува. Да, Россия Тува. А на территории вот нас, Украины, вот веже. Да, мы знаем огромное количество царских курганов, царских погребений, но дело в том, что в отличие от этой азиатской части у нас нет вечной мерзлоты, поэтому хуже гораздо сохраняется органика. То есть деревянные части. И золото как наиболее стойкое к коррозии мы просили. Золото очень много, да, это правда. Даже у нас в Национальном музее можно посмотреть москидское золото, которое ничуть не хуже Эрмитажных находится. То есть оказывается, что скифы вот на этом огромном ареале, значит, они были как бы проводниками, типа скифский интернет, так условно не те, может, скорости и все, но эффект, тем не менее, по передаче информации, инновации, технологии в те далекие времена был приблизительно такой же. Теперь возникает вопрос, скифы, так, по крайней мере, на наших вот тут ближайших, о них пишет Геродот. Что это за история, как она смотрится с точки зрения археологии? В двух словах, так, чтобы нам было понятно, что тут в наших краях недалеко от нас происходило. И надо понимать, что на самом деле Геродот был не совсем историком в современном понимании этого слова. Это, скорее всего, такие путевые заметки. Значит, он достаточно подробно собирал всякие сведения из самых различных источников, но при этом критически их не осмысливал. У него были хорошие информаторы и скифской среде, люди, приближенные к царским династиям скифов, которые ему подробно рассказывали о деталях погребальных церемоний, о каких-то обычаях, но сложно отделить вещи, которые были... Из одной собственной мифы, мифов. Совершенно верно, но в том-то и дело, что... Мы же знаем, что история от мифа недалеко ушла, особенно в наши времена. В общем, да, но нам сложно отделить вещи, которые были современные самому Геродоту, это середина пятого века, значит, и вещи, о которых рассказывали сами скифы. И что тут перс и Дарья искали в этих краях? Чем это закончилось, их столкновение с кипами? Ну, собственно, Геродот почему обратил внимание на скифов, потому что в это время, во второй половине пятого века, у греков, у самих были, значит, вооруженные конфликты с Персидской империей. А поскольку, значит, Геродот нашел этот очень важный сюжет поражения персидской армии, персидской империи, огромной, колоссальной армии, от скифов. От скифов. Да, то есть он... Поэтому сама история сделала этот сюжет и этот народ интересным для греческой цивилизации. То есть, скажем так, наши скифы дали ихним персам, персу задали. Скорее всего, да, и скорее всего это происходило как раз на нашей территории между Днестром и Прутом. Вот, и гены этих ребят тоже остались в нашей крови, как говорят данные анализа гоплогрупп и других вещей. а геты. Ведь геты и скифы говорят... Самые храбрые и справедливые из фракийцев. Да, говорят, что геты там со скифами в них тоже были какие-то терки. Сначала геты были в обозе царя Дарья Геставса вместе с Одрисами, говорят. А потом, когда Дарья бежал со своим воинством, часть гетов, говорят, остались на наших территориях нынешней Бессарабии, Запрутской, Молдовы и осваливали эти территории. И я знаю, что ты в курсе всех этих дел. Какие отношения тогда были между гетами и скифами? Ну, вы же понимаете, что геты и вообще фракийцы в общем это ближайшие соседи западной части западного рубежа скифской культуры, поэтому связи у них были теснейшие. Например, известно даже о династических связях между царскими фамилиями. фракийцев и скифов. Например, тот же Геродот упоминает о том, что когда скифский царь Скил бежит из-за его конфликта, который возник с его братом, он бежит к своему двоюродному брату на территорию Фракии. Естественно, находясь в таком тесном контакте, например, геты совершенно точно установлено перенимали скифское оружие. Например, в среде скифов, в том числе и в царских аристократических погребениях встречается фракийская упряжь. Ты знаешь, я тебе по секрету скажу. Вот у меня в Бутученах есть один топор, и я спросил археологов, говорю, народ, что за эпоха? Они говорят, Виктор Иванович, это или скифы, или геты, потому что топоры у них вот такого типа были одинаковы. Так что я в Бутученах горжусь, что вот это обычно всегда ставят вот скифы, с гетами, сплошные столкновения, а оказывается нет, и обмены шли, и в том числе технологиями, культурой. Ну, если посмотреть на карту гетских поселений, гетских укрепленных поселений, в том числе так называемых городич, то мы увидим, что они на самом деле в конце пятого, в четвертом веке до нашей эры занимают ту же территорию, которую до этого занимали архаические скифы. То есть, в общем-то, они наверняка сосуществовали вполне себе мирно, поскольку и в скифских погребениях находятся украшения, в том числе и рядовых фракийского и гетского даже облика. А на гетских поселениях или погребениях находится оружие скифского образца, это те же наконечники стрел. Я думаю, что мы как раз можем говорить о неком симбиозе, поскольку они занимали уже в классическое время, то есть, речь идет о четвертом веке до нашей эры, совершенно разные экологические ниши. Гетов интересовала лесостепь, а скифы в то время уже передвигаются в степь окончательно. А то нам многие, вот я помню, в Бутученах пришла какая-то новоявленная комиссия и взяли и разрушили, там был обелиск памяти скифов. И потом, я когда спустя много лет спросил, мы, ребята, зачем это разломали? Там один из них такой, румынофил, говорит, мы до общица ищи с руж, до жецы с румын. Я говорю, здрасте, поздравляю тебя. То есть, он мне сказал, что скифы это говорит русский, а гетто это румын. Я говорю, поздравляю тебя с большей глупостью, сказать нельзя. Скифы были скифами, гетто, гетто. И говорю, и те, и те дальние предки, и нас в том числе. Поэтому рушить память одного предка ради памяти другого, которого ты считаешь более близкого тебе и так далее, и менее якобы дикого, это просто преступление против культуры. Ну, в этом смысле можно сказать, что они присоединяются... Сколько мифов сейчас в головах у людей, а мы обижаем Геродота, что он старательно записывал мифы. Послушал бы Геродот современную мифологию, особенно учебники истории румын, я думаю, он бы сильно удивился. Совершенно то же самое мы видим и в 18 веке, и даже в 19 веке. Например, первый, кто сказал, что скифы это русские, была Екатерина II, которая была жизненно важна. То есть во время освоения территорий Новороссии, Новороссии, конечно. при Черноморье. ты имеешь в виду сюда на юга, когда Гриша Потемкин тут гировал. Она решила, что это вывело скифов на уровень такой национальной государственной идеологии. В общем-то, у нее был интерес... Чтобы основать право на эти территории. В некотором... Да, конечно. Археология это была одним из политических инструментов. В том числе, кстати, то же самое англичане делали на Ближнем Востоке. Точно так же они находили до исламские цивилизации, которые объявляли общеевропейским достоянием. То есть это тогда, в 18-19 веке, археология была одним из политических инструментов. Я думаю, что до сих пор она остается таким же инструментом. можем вспомнить Наполеона, который в 12-м году, взяв Москву и увидев, что устроили, значит, увидев эти пожары, он, значит, по легенде вышел, значит, посмотрел на горячую Москву и сказал, ну это же не люди, это скифы, это варвары. Как можно так поступать? Как потом они Россию Тартарией называли и так далее. А на самом деле, если опять же вернуться к Отечественной войне 12-го года, мы можем посмотреть план стратегического отступления, который разрабатывался Барклайом де Толли, который находился в прямом контакте письменном с выдающимся историком античности Небуром, который, значит, и подал, в общем-то, ему идею скифского похода, скифского отступления времен эпохи Дария. Он говорил, что ваша основная задача, вы ничего не сможете сделать с армией Наполеона, ваша задача действовать как скифы и Дон Фирсов, нужно оттянуть их на себя. Великолепно. Это таки вошло в историографию, как скифский поход с Барклая в Де Толли. То есть, получается, уроки того, как скифы выжженную землю устроили персом и потом ударили по ним, то же самое повторили много столетий, даже тысячелетий спустя. А мы говорим, что история древности, мол, ничего не имеет. Она до сих пор жива. И еще как имеет. Ну что, спасибо большое. Наше время начинает подходить к концу. Что бы ты хотел сказать нашим дорогим соотечественникам, молодежи, которые смотрят, да и родителям, которые мечтают, чтобы их дети все-таки не все только быть юристом, экономистом, а наверняка кого интересует история гуманитарной науки. Что бы ты и молодому поколению родителям? Я не знаю, есть ли у меня моральное право советовать молодым людям. Ты защитился. Те уже дали. Есть не то же моральное право, а обязанность. Скажи это. я думаю, что наука это действительно очень важно и интересно. И сейчас как раз если есть желание, если есть определенный настрой, то возможно все. Если уточнить координаты, приходите в библиотеку Марка Блоха. Она, кстати, находится недалеко от нашей студии Акшент ТВ. Ну что, остается поблагодарить публично твоих учителей. Я имею в виду и Ткачука, я имею в виду и Дергачева, и немца, которого как зовут, с которым ты встретишься? благою говидарицу. Вот так. Ну конечно, у него труднопроизносимое это. Но безусловно, это люди, которые вложили в тебя очень много, ты много у них почерпнул. И последнее, чтобы я хотел, чтобы ты хотел сказать своим учителям и всем тем, кто помогли тебе вот такую блестящую совершить защиту, получить такие замечательные отцены. Да, низкий поклон. Мне действительно очень повезло. То есть низкий поклон этим замечательным людям. Большое тебе спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Денис Топал, человек, который, конечно, замечательно одарен. Он родом из Гагаузии, из тех самых вот степей, где когда-то кочевались из Кифы, владеет, я его просто так назову, как бы по-отечески парень. Он меня сейчас, конечно, доктор наук уже какой парень. А вот для меня вот как-то всегда Денис это такой парень, который осваивал всю сходу. И компьютеры, и компьютерную графику, у него замечательный художественный вкус. Вот эти номера Стратум Плюс, которые это шедевральные вещи, которые произведения искусства, сами по себе и дизайнерские, те самые номера, которые издает Марк Качук, и они во всем мире в кругах антропологов, в кругах культурологов, археологов и истории эти номера пользуются великолепным, так сказать, великолепной оценкой и приемом, вот, их оформлял никто иной, как Денис Топал. Заодно он занимался и научной работой, и исследованиями, и он доказал, что все разговоры о том, что в Молдове наука умерла, слегка преувеличены. Пока вот у нас есть такие молодые, оптимистичные, задорные и толковые, неунывающие парни, я думаю, что нашей стране грозит, я не побоюсь этого слова, великое будущее. Я все-таки верю в наше молодое поколение и знаю, бывают разные времена, и где более-менее процветание, где какие-то катастрофы, наш народ ни дустом, ни хлоркой, ничем не возьмешь. Так мне сказал царство ему небесное, мой сосед по будущим знаменитой геология Побенко. Вот я продолжаю верить в то, что он сказал, что наш народ всегда рождает массу талантов, массу буквально гениальных, одаренных детей и людей. И это происходит потому, что всех у нас в кровях намешаны крови скифов, крови гетов, крови бастарнов, готов, древних славян и многих других народов. В этом наша сила, в этом наше величайшее генетическое и культурное наследие, которое мы всегда должны беречь и понять должны. Не с берегом, вот тогда нам, как народу и государственности конец. А с берегом никто и никогда нас не победит и не сметет с лица земли. Благодарю вас за внимание, кланяюсь, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович